Ох, ну эпично, заставку я намутил. Хаюшки всем, с вами OnePoint и моя новая передача Одна.блог. Этот видеоблог – дополнение к моим обзорам, в котором я расскажу свои мысли о недавно вышедших играх, а также о событиях игровой индустрии. Сегодня в выпуске «Ведьмак 2», «Dick Nukem Forever», а также «Кинэк» на выставке Е3. Парни, не спрашивайте, откуда этот женский голос, я сам в шоке. Итак, «Ведьмак 2». Не сказать, что я поклонник данной игры. Первую часть я не играл, одноимённое произведение я тоже не читал. Ну, кроме анекдотов по смс я ничего не читаю. Нет, даже надписи на заборах мне не читать. Эфир к тому же я тоже не смотрел. Нет, нет, постойте, не надо меня закидывать старыми носками. Сама вторая часть этой РПГ мне очень понравилась. Но есть минусики. Маленькие такие, вроде незаметные, но всё же минусики. А понравилась боёвка, которая мне почему-то жутко напоминает систему боя из Dragon Age 2. Понравилось поведение горожан и вообще проработанность всего. То есть, взяв побочный квест и выполнив его как-нибудь не так, с нашим героем может произойти что-нибудь плохое. Или какая-нибудь неприятность. Нет, нет, вы не подумайте, что может быть чего-нибудь хуже какой-нибудь неприятности. Ну а главное, это обилие женских... Прелести, которые словно притягивает наш герой. Этакий женский магнит. Эх, плут. Теперь то, что не понравилось. Мир хоть и проработал, но он как-то удручает. Да, в Градах есть замечательная стража, которая не прочь. Нас не могут так победить. Да, народ интерактивен и обращает внимание на Геральта. Да, есть таверны. Ну, впрочем, это самое главное в игре. Но это всё... как-то не то. Возьмём вышедшую днём позже на ПК Fable 3. В ней мир поражает своей разнообразностью. А в Ведьмаке только пытается этим поразить. Поняли о чём я? Нет? Ну и ладно, перейдём к следующей игре. О, да, наконец-то к нам вернулся антисоциальный и брутальный персонаж Дюк. Спустя 14 лет разработки, испепелённых нервов фанатов и вечными исправлениями движка игры. Скажу честно, я прошёл где-то только половину игры. Но прекратите вы уже! Обещаю, да пройду. Корявые проблемы вылезают сразу в экран. Это старость движка. Если вы не знали, Дюк использует старенький оттюнингованный движок Unreal Engine 2.5. Парни, это жуткая уныльщина. Картинка 2004 года совсем не радует глаз. Ну да, здесь есть обилие того же, что и в Ведьмаке 2. Но чёрт, это тоже мало вытягивает игру. Я понимаю раздумья разработчиков, которые поставили всё на своих преданных фанатов. О боже, это же Дюк Нюкем Форевер. Спустя 14 лет они сделали его. Дайте два экземпляра. Хотя нет. Дайте для моей трёхлетней дочки. Для моей бабушки. Для моего пса. Для моего хомяка. Для моего соседа Ахмеда. Для бабы Нюр из четвёртого этажа. Ах чёрт, это же тот же самый Дюк. В общем, я уверен, что фанаты серии уже давно прошли и им это понравилось. Ну а люди, которые далеки от имени Дюк Нюкем, играют в эту игру всего лишь 3 часа. И она начнёт надоедать. Вот и отгремела Electronic Entertainment Expo. Или же по-простому Е3. Гигантами на выставке были Microsoft, Sony и Nintendo. Nintendo выпендрилась новой игровой консолью Wii U. Или Wii U. Sony выпендрилась новой игровой консолью PS Vita. Чтобы оставили название NGP. Ну а Microsoft выпендрилась новыми возможностями Kinect. И играми к нему. Так как у меня есть только Xbox 360. Смотрите, он мне подмигивает. Я расскажу чуть поподробнее о ношистах Kinect. Шутка порадовала, что Kinect теперь распознаёт речь, и это будет использоваться даже в некоторых играх. Также порадовали и сами игры. Crytek анонсировала игру Rise. В трейлерах игры жутко впечатляет. Если нам также дадут раздавать сумаки, как парень на видео, это будет круто. Также нам дадут помахать лайк с сайберами в Star Wars. И... О БОЖЕ! Даже великом, ещё не вышедшим, Mass Effect 3 будет поддержка Kinect. Я рассказал далеко не о всех играх, представленных на выставке под платформу Kinect. Только о самых таких, которые впечатлили меня больше всего. Кстати, я могу порекомендовать покупать эту штуку с тремя глазками до выхода этих новинок. Так как цена после их выхода может вырасти до нереальных размеров. А на этом мой видеоблог завершён. Всем пока, с вами был OnePoint. И непонятно откуда женский голос. Ах да, не забывайте играть только в хорошие игры. Субтитры сделал DimaTorzok